приветствуем вас дорогие братья и сестры на библейском портале экзегет и сегодня вместе с вами мы вспоминаем святую пороскеву пятницу великомученицу вот к сожалению после революции ее практически забыли а в прежние времена она была одной из самых почитаемых святых жен на руси вот как скажем и святых мужей святитель николай чудотворец почитается вот так у нас почиталась пороскева пятница среди святых угодниц и в древнее время было очень много икон и кстати легко узнать она всегда изображается в таком в красном одеянии с крестом в руках до красные одеяние как символ мученичества она вообще велика мучениц то есть претерпела особо страшные тяжкие мучения за имя христова и вот строились ставились часовенки и часовни не всегда это были такие вот строение как известные нам а иногда это допустим вот где-то на перекрестке на распутьях дорог такой вот столбик на нем икона она до иконы такая вот крышка двускатная для того чтобы дождь не попадал и вот это тоже назывались часовенки а точнее люди их даже называли пятницами вот эти часовни почему потому что зачастую там был именно образ святой пороскевы пятницы и все подходя молились к ней и вот она покровительница женщин она покровительница женского труда ну женщины существа трудящиеся трудолюбивые и в этом их тоже достоинство и вот русские женщины все время молились святой пороскеве пятницы во время каких-то работ да а а если вдруг ну скажем там засуха до без дождя какие-то вот беды то тоже начинали молиться ей и был очень много разных таких обрядов традиции были обетные пятницы конечно иногда вроде бы такое вот даже где-то там полусуеверие было но суеверие она проницает вообще всех людей и это такое вот искушение с которым нужно бороться каждому и все-таки люди чтили именно святую пороскеву как угодницу божию и вот уже в наше время тоже есть такие храмы допустим село савина екатеринбургской епархии тоже конечно по направлению к тюмени и там именно храм святой пороскевы пятницы а он был основан почему потому что в то село в реке в неожиданно обнаружили икону святой пороскевы пятницы и поначалу жители растерялись вот они отнесли в другое село вот у вас там храм вот возьмите себе икону но потом все-таки было даже такое видение что чтобы именно в этом селе был построен храм в честь святой пороскевы пятницы одному крестьянину во сне явилась божья матерь и велела устроить храм в честь святой пороскевы пятницы и там происходит чудеса вот кстати часто когда писался образ божьей матери то на другой стороне иконы могла изображаться тоже святая пороскевы пятницы то есть такая вот святая жена которая угодна божьей матери и который молились русские люди и вот в этом селе уже в наше время как тут одна молодая семья приезжает в храм в савина в храм пороскевы пятницы и они еще не были выцерковлены ну и вдруг видит что в алтаре там какая-то красивая девушка в голубом платке помогает прислуживает священнику они подумали наверное это алтарница такая вот помощница а они не были еще выцерковлены они не знали что женщины в алтарь не входит тем более девушки им нет туда доступа и потом все поняли что это было такое видение что сама святая пороскева пятница она ведь была девушка когда приняла страдания за христа то есть в молодом таком юном возрасте пострадала и вот в таком видении оказалось что она поддерживает свои храмы до помогает богослужения она отвечает на молитвы тех кто к ней обращается вот то есть это святая которая действительно рядом с нами но мы ее почему-то не замечаем забываем и вот стоит вспомнить что на самом деле пороскева пятница это пороскева иконийская мы скажем почему она и наименована пятницы но прежде всего она пороскева иконийская икония это город в малой азии сейчас нет конечно малой азии это территории турции и икония или иконии вот тот город где когда-то апостол павел проповедовал в его первое миссионерское путешествие и в книге деяния мы читаем как вот святой павел вместе с апостолом варнавой приходят в эти на эти территории и в иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так что уверовала великое множество иудеев и эллинов то есть это город в котором уже пошел отклик на проповедь апостольскую его там появляются первые христиане но там же возникает и первая такая вот реакция со стороны неверующих сказано что неверующие иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца язычников то есть начинается гонение начинается противостояние но при этом сказано что они то есть апостолы павел и варнава пробыли здесь довольно времени смело действую о господи который во свидетельство слова благодати своей творил руками их знамени и чудеса и вот плоды этой проповеди были таковы что в иконии там прославилась святая фекла или фекла первомученица вот как стефан первомученик среди лиц мужского пола вот так святая фекла она среди лиц женского пола и она тоже именно оттуда из иконии и вот именно там рождается святая пороскева точное время неизвестно точный год почему потому что она происходила в общем то не из какого-то там царского рода хотя есть сведения что родители ее были знатны состоятельны но святые они себя никогда не рекламировали они никогда не продвигали себя куда-то вперед и вообще в древнее время записывалась мало чего поэтому можно предполагать что родилась она вот где-то в конце третьего века вот и родители ее были не просто благочестиво а они старались вот а совершать особый духовный подвиг и как вот читаем житии святой параскевы они настолько чтили страдания христовы ах спаситель когда пострадал он пострадал в пятницу то вот свою дочь назвали в честь этого пятницы но по-гречески буквально параски вы параски вы то есть вот она параски вы если буквально там переводить то это как бы день приготовления да потому что приготовление к субботе а и вот имя параски вы было наречено этой девушке а он для того чтобы мы понимали вот на русский язык она уже переведено как пятница поэтому у нас получилось такое двойное название параски вы пятница но вообще она святая параски вы иконийская и вот она рано осиротела до родители ее вот каждую пятницу выделяли особыми молитвами да особыми а не просто вот постом а каким-то сугубым постом ну может быть они вообще не вкушали пищу по пятницам четких данных нет но в древнее время строгий пост понимался как полное невкушение пищи и конечно же делами милосердия отмечали этот день и вот свои добродетели они передают своей дочке и вот это очень важно чтобы родители уже вели благочестивую жизнь потому что когда родители свою семью созидают вот в атмосфере благодати божией то и ребенок он впитывает благодать божию самого детства и потом возрастает и вот именно этой приносит подлинный такой духовный плод но она рано осиротела остается без своих родителей но пропала продолжает их вот духовное делание проповедует и многие из горожан которые там жили в городе иконии тоже начинают обращаться ко христу то есть там одни христиане другие язычники и вот она проповедует и некоторые откликаются и это тоже вот опробовать христианское то что она обратила кого-то это вызывает реакцию со стороны язычества а это время когда как раз император и диоклетиан начинал гонение на христиан были изданы особые указы запрещающие христианские собрания а потом на уничтожение их священных книг потом чтобы уничтожать священнослужителей и так далее и вообще уничтожить христианство как религию и я прямо скажу что когда христианство стало распространяться то внутри римской империи христианство неизбежно было обречено на гонение почему так потому что по юридическим законам а христианство она ну никак не с не могло соответствовать очень просто вот каждый римский гражданин должен был почитать римских богов то есть если ты не почитаешь римских богов то значит ты желаешь как бы зла римскому государству потому что рим он считается он находится под покровительством там своего юпитера там прочих богов каких-то в крупных или мелких и не почитание римских богов воспринималось как неуважение к римскому государству и это каралось достаточно строго а почитание как то есть ты даже можешь не верить в богов но пожалуйста вот поучаствуй в общественном культе пожалуйста принеси какую-то жертву вот в древнее время было даже такое что пифагор который он был вегетарианец и он вообще ну поэтому старался избегать там умершления животных и его стали попрекать за то что он не приносит в жертвоприношение вот эти богам никаких там животных ну допустим тельца там быка и тогда чтобы у него не было нареканий то из теста изготовили быка и вот принесли его в жертву то есть тоже некое такое формальное соблюдение ритуала но для христиан это в принципе не подходило потому что за языческим культом стояла обольщение бесовская и каждый идол каждый идол это как бы образ некоего демона который обольщал людей соблазнял их и увлекал в адские глубины поэтому христианство она строго выступала против вот такого язычества и из-за этого тут же возникла вот эта вот реакция гонит первых христиан гонит а не только первых но вот 2 3 века уже начала 4 и святая пороскева она оказывается в темнице а тут как раз от диоклетиана приезжает один военачальник которому сообщает что вот у нас уже одна находится в темнице а ему дан был указ чтобы он сажал других христиан и пороскевы приводит уже на такой вот официальный суд где устраивается допрос при этом она была ведь она отличалась удивительной красотой и при этом ее ответы отличались удивительной мудростью вот ум и красота к сожалению не всегда совпадают у людей и у молодых девушек это тоже далеко не всегда совпадает но в пороскеве это соединилось и вот свою красоту и свою мудрость она всецело посвятила христу не греху не каким-то блудным страстям не распутство а посвятила всю себя и душу и свое телесное естество то есть телесный храм свой потому что тело это храм души и призван тело призвано быть храмом для духа святого она посвящает всецело богу и вот в итоге этого допроса она прямо говорит что я христианка когда ее попросили назвать имя она что отвечает я христианка я чадо господа иисуса христа и военачальник он раздражился же говорит попросил тебя сказать имя она говорит вот первое мое имя я христианка а потом она уже раз говорит что я зовут пороскевы назвали в честь как раз вот пятницы дня в которой спаситель пострадал и в этом кстати вот еще раз напомню что получается так что святая пороскева в ее жизни и в ее страданиях мы как бы видим что соприкосновение с тайной страданий христовых да то есть само ее имя это как некий вот образ любви христовой потому что христос по любви к людям пострадал на кресте спаситель по неизреченной жертвенной любви принимает на себя грехи всего рода человеческого претерпевая страдания и а совершилось это в пятницу и вот святая пороскева которая носит это имя она как бы в себе тоже запечатлевает тайну страданий христовых и тайну жертвенной любви христовой а если господь пострадал за нас то мы если мы христиане то и мы призваны в тот или иной момент проявить верность христу и может быть даже пострадать за него если вот так сложится обстоятельства и как ни пыталась вот этот военачальник убедить святую пороскеву ничего у него не получилось и тогда а святую пороскеву начинают подвергать вот первым таким пыткам ее бьют воловьями жилами истязают ее тело и она все это претерпевает потом проходит какое-то время и подвергают новым пыткам уже строгают ее ребра железными острыми орудиями потом проходит еще какое-то время и ее уже опаляют огнем и конечно вот в житии мы читаем что ангелы божии они укрепляли святую пороскеву и даже ее телесное естество восстанавливалось но вот прежде всего прежде всего мне вспоминается что когда она еще только шла на страдания то запечатлено в житии что она сияла радостно как будто она шла вот на какой-то торжественный пир и люди удивлялись и говорили посмотрите она вся сияется светит и от этого лицо и становилось только красивее вот преподобный силуан афонский он как-то рассуждал тоже по поводу истины и ложной красоты и он говорит так что бывает что может быть человек от природы не имеет красивого лица но он ведет чистую жизнь и когда он обретает благодать божия то эта благодать настолько просветляет его что он выглядит как ангел а бывает так что человек от природы имеет вроде бы такое милое обаятельное лицо но придается таким страшным греховным плотским страстям что эти страсти уродуют его лицо потому что все греховные страсти запечатлеваются на нас и даже в мимике нашего лица там злоба ревность негодование это и какое-то блудное похотение и это все портит и изъедает человеческую природу и такой человек становится отвратительно безобразным а вот святая пороскева она будучи молодой имела чистое сердце сохранила невинную душу и она стяжала было божию благодать которая и украсила и лучше чем все драгоценности мира и поэтому на самом деле вот когда люди и русские люди почитали святую пороскеву то здесь даже дело не в том что она покровительница женского труда да или что она помогает каких-то молитвах а в том что душа каждого человека она тоскует по чистоте по чистой любви по добрым каким-то вот душевным качествам а весь мир он исподлился то есть все друг друга обманывают все друг другу изменяют предают какая-то вот подлость она расстреливает мир и люди сами от этого мучаются и душа тоскует о подлинной чистоте да а чистой любви о искренней доброте и вот мы видим что как раз у святой пороскевы пятницы у нее все это и осуществилась ее жизнь она сохранила эту чистоту эту доброту эту верность и не растратила себя на пороки и страсти греховного мира а всецело посвятила себя богу и вот вы представьте что молодая девушка а ее жестоко бьют понимаете то есть она беззащитная невинная она слабо телесно слабо а ее бьют но она все равно не придает господа иисуса христа она посвятила себя богу а где господь там и вечная жизнь и вот именно это как раз и покоряет сердца людей то есть даже когда мы живем сами вот ну далеко не совершенные грешны все равно мы уважаем чистых и святых людей и вот как мы уважаем и любим и ценим святое евангелие также мы ценим тех кто исполнил евангелие в своей жизни и святая пороскева пятница она как раз вот в своей собственной жизни и запечатлевает страдания христова да вот подтверждает эту тайну своей собственной верностью господу иисусу христу и когда никакие истязания не сломили ее душу то то военачальник он приказал уже ее отрубить ей голову вот так она предала дух свой господу богу и христиане обрели ее тело вот ну и дальше что дальше уже небесная вечная жизнь откуда она еще больше помогает нам и сейчас тоже вот в храмах которые посвящены святой пороскеве пятница вот где есть бывают источники в честь святой пороскевы чудотворные иконы там записываются случаи вот эти чудеса помощи святой пороскевы как и сейчас она исцеляет безнадежно больных да или допустим приходят девушки которые не могут вступить в брак вот они молятся допустим 40 дней читают и акафист или там еще какое-то правило молитвенное берут и потом все это исполняется потому что святая великомученица пороскева она слышит и помогает и вот почему она настолько была почитаема на руси до революции вот допустим была икона где вот там четверо святых изображаются три святителя известные святители василий великий григорий богослов и анзлатоуст и рядом с ними святая пороскевы пятница в красном одеянии да вот это отличительная черта иконографии пороскевы пятницы красное ее одеяние как символ мученичества пролитой крови за христа но ведь она не была богословом не было оратором не было духовно писателем как были василий великий григорий богослов и анзлатоуст ну и что что не было она вместе с ними в одном божьем царстве потому что ее собственная жизнь и стала наглядным богословием вот этот верность христу до конца и ее искренне любовь к богу как бы отклик на божью любовь господь по любви к нам пострадал за нас и подлинные христиане исповедуя христа готовы тоже пострадать за христа до до самого конца до самой смерти через эту смерть обретают вечную жизнь вот почему как раз возводились и храмы и сейчас возводится есть рядом с лаврой пятницкое подворье когда после революции лавру достаточно быстро закрыли то часть монахов они перешли в гефсиманский черниговский эскит а часть монахов перешли на пятницкое подворье и называли храм святой пороскевы пятницы малый лаврой малый лаврой потому что там лаврская братья собралась и они завершали монастырское богослужение а с была закрыта академия кстати тоже московская духовная академия и преподаватели учащиеся тоже собрались на это подворье и какое-то время там еще совершались шло обучение читались лекции ну потом конечно начали кого-то там сажать ссылать в общем на какое-то время все это было прекратило существование и уже с начала девяностых годов возрождается и возрожденной подворье и мы знаем что иконы святой пороскевы пятницы они тоже присутствуют самых разных храмах а сама святая пороскева она слышит всех нас и пусть пример жизни святой пороскевы он хотя бы чему-то нас научит потому что мы вроде бы наделены там сейчас и свободы да и каждому даны какие-то способности силы а тратим это все в никуда расточаемся себя на какие-то греховные страсти а там какая-то вот невинная молодая девушка и она себя она явила такую силу духу до что не отреклась от господа и свои свою невинность свою чистоту свое доброе чистое сердце не расточила на вот какую-то там грязь то чему посвящают себя люди обычно в этом испорченном распутном мире и конечно пусть ее имя проски имя пороскевы пятницы напоминает нам о том что совершил ради нас господь иисус христос как он претерпел ради нас страдания но он же и воскрес то есть страдание христова это не не какая-то гибель а наоборот это такое жертвенное проявление любви который увенчивается победы и всем приносит воскресение в жизни вечной никаких скорбей и страданий уже не будет надо потерпеть только вот небольшое время сейчас и да поможет нам этом святая пороскева пятница а если у кого-то есть какие-то скорби какие-то свои вот у женского пола какие-то переживания или может быть у мужского пола есть переживания о женском поле там о женах о дочках то обязательно молитесь ей и она конечно же услышит эти молитвы будет ходатайствовать пред небесным отцом святая великомученица пороскева пятница моли бога о нас аминь внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео